Привет, друзья! Жимолость порадует вас крупными сладкими ягодами, если за ней правильно поухаживать весной. И сегодня расскажу про подкормки и уход за жимолостью, чтобы собирать отличные урожаи. А в конце ролики расскажу о необычном применении жимолости у себя на участке. Жимолость – это очень ценная ягодная культура, потому что дает самый ранний урожай. Уже в конце мая, начало июня вы будете собирать первые зрелые ягоды. Жимолость бывает различной селекции. Есть селекция отечественная, есть российские, в частности, сорта жимолости, которые дают очень ранний урожай. А есть жимолость канадская. Эта жимолость, в отличие от отечественных сортов, более позднеспелая. Есть у нее плюсы и минусы. Основной плюс, что она уходит от весенних заморозков во время цветения и никогда не подмерзает. Урожай всегда дает просто в более поздние сроки. Обычно созревает в конце июня, начале июля. А жимолость отечественных сортов дает самые ранние урожаи, как я и говорил, но может подмерзать во время цветения. Но в этом году выдалась достаточно хорошая весна и никаких подмерзаний не было. Уже жимолость начинает отцветать и формировать маленькие ягодки. Чтобы жимолость давала хороший урожай, на участке должно расти несколько кустов различных сортов. В этом случае будет лучшее опыление и, естественно, урожайность будет намного выше. Если вы высаживаете разные сорта жимолости, то подбирайте сорта по времени цветения, чтобы примерно сроки цветения совпадали. В этом случае будет идти перепыление. Если выбрать, например, жимолость самую раннюю и самую позднюю посадить где-то рядом, то могут периоды цветения не совпадать и, естественно, опыления не будет. Поэтому всегда интересуйтесь в питомниках, у продавцов, какие сорта опылители для вашего сорта выбранного наилучшим образом подходят. Жимолость, в отличие от голубики, очень неприхотлива к pH почвы, к кислотности почвы. Жимолость может расти и на слабокислых почвах, и на почвах практически щелочных. pH для жимолости оптимальны 5,5-7 целых. Вот в таких диапазонах жимолость отлично себя чувствует. Единственное, что не любит жимолость, это расти на почвах бедных и сухих, где тяжелые глины могут быть, какие-то пески. Вот такие неблагоприятные почвные условия для жимолости не подходят. Поэтому, если вы высаживаете жимолость у себя на участке, обязательно в посадочную яму вносите перепревший компост либо навоз. Мешайте это все с плодородной почвой и заполняйте посадочную яму. В этом случае корни жимолости будут хорошо развиваться, кустик будет приживаться и давать отличный урожай. Жимолость можно высаживать как весной, так и осенью. А можно даже летом, если вы приобрели кустик с закрытой корневой системой. Главное при этом не забывать про поливы. Обязательно регулярно поливать жимолость. Потому что в первые два года после посадки кустик адаптируется на новом месте. Развивается корневая система. И не стоит ждать, что жимолость завалит вас колоссальным урожаем. Ей нужно время на адаптацию. А затем уже на третий год жимолость начинает давать неплохие урожаи. Здесь растет жимолость уже много лет. Вот этому кусту где-то 5-7 лет. Может быть даже и больше. Но проводится обрезка. Я регулярно подстригаю эти кустики. Крона должна быть воздуха и света проницаемой. Чтобы здесь циркулировал воздух, проникал свет. Если не обрезать куст, получается сильное загущение. И затем формируется много ягод, но они будут мелкими и кислыми. А если вы хотите крупную ягоду, сладкую ягоду, жимолость нужно обрезать, удалять. Старые ветви, загущающие, тонкие. Всякую поросель такую мелкую удалять. Оставлять только самые сильные побеги. И тогда кустик будет радовать вас урожаем. Выращивая жимолость, нельзя забывать и про подкормки. Кустик нуждается в хорошем питании. И приствольные круги, самое главное, должны быть чистыми. Потому что у жимолости мочковатая корневая система. И когда весь приствольный круг зарастает сорняками, все эти сорняки отбирают силы, питание и влагу у кустика. И кустик не способен давать хороших урожаев и усваивать питание. Потому что сорняки все это забирают. Копать не лучший вариант. И пропалывать, рыхлить очень глубоко вот эту корневую систему поверхностную. Вы ее повредите, и кустик может погибнуть. Если ваш приствольный круг у жимолости зарос сорняками, то лучший вариант это замульчировать приствольный круг картоном. Вот таким плотным обычным картоном. А затем сверху засыпать перепревшим компостом. Получится и защита от сорняков, нет доступа света, и питание. Картон постепенно в почве будет разлагаться. Там погибнут и сорняки, а компост будет питать ваш кустик. Чтобы сорняки заново не появились, летом, когда вы будете косить траву, всегда мульчируйте скошенной травой приствольные круги у жимолости. И трава будет давать перегнивать, перерабатываться различными почвенными микроорганизмами, и давать кустику также хорошее питание. Обычно в июне плодоношение у жимолости заканчивается, и нужно провести еще одну подкормку. В этот период жимолость формирует молодые побеги. Уже начинается даже их вызревание, и жимолости очень необходим калий и фосфор. Поэтому кустики можно подкормить древесной золой. На один взрослый куст примерно пол-литровая банка древесной золы. Если золы у вас нет, можно использовать калинофосфорное удобрение, либо калимагнезию, то уже 20 грамм удобрения на метр квадратный. Особое внимание нужно уделить здоровью растений. Хотя жимолость достаточно устойчивая культура, но может поражаться различными болезнями. Это может быть и мучнистая роса, и различная пятнистость селистиев. Поэтому для профилактики заболеваний в сезон жимолость можно обрабатывать сенной палочкой профит. Она хорошо работает, проникает в ткани растений, поселяется в прикорневой зоне, и защищает растения от заболеваний. Причем никакого вреда урожаю не будет. Можно обрабатывать даже в период созревания ягод. Никакой угрозы для урожая и для вашего здоровья не будет. А вот после сбора урожая можно уже применять и химию. Потому что есть химические препараты, которые защищают кусты на длительный период. После сбора урожая уже никакой опасности для здоровья нет. Уже урожай собран, поэтому можно применить химические фунгициды. Например, обработать жимолость такими фунгицидами, как скор, либо топаз. Осенью, опять же, проводится обрезка. Удаляются различные загущающие ветви, старые ветви, сухие и так далее. Весной можно еще провести небольшую санитарную обрезку вторично. Вдруг где-то какая-то ветка сломалась снегом, либо засохла. Опять же, приводим кустик в порядок и ждем нового урожая. И в конце ролика, как я и обещал, небольшой секрет про жимолость. Жимолость можно использовать в саду не только как ягодную культуру, но и декоративную. Можно посадить кустики рядышком друг от друга, полметра друг от друга высаживаете и формируете живую изгородь. Потому что жимолость такая культура, которая очень хорошо поддается стрижке. Из кустиков можно формировать даже различные топиарные скульптуры, подстригать их шаром. Какие-то другие формы интересные придавать. Неприхотливое растение, которое будет украшением вашего участка и даст еще при этом отличный урожай. Обязательно посадите жимолость в своем саду, и у вас будет отличный урожай полезных ягод. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!